Девушки отдыхают Дежавю Информация из книги Вадима Зеланда Взлом техногенной системы Глава Транссерфинг или трансгрессия Цитата открывается Дежавю Это когда стечение ряда обстоятельств Указывает на то, что нечто похожее Уже происходило когда-то раньше Отличительная особенность Дежавю состоит в том Что человек почти уверен Но никак не может вспомнить точно Где и когда имело место Подобное событие Обычно бывает так, что события Прошлого путаются И невозможно определить То ли это сбой в памяти То ли путаница в самой реальности Дежавю означает сбой в матрице Когда меняют программу Можно назвать две возможные причины явления Первый вариант Дежавю случается по той причине Что некое похожее событие Происходило в сновидении Человек не всегда помнит, что ему снилось Но когда встречается в реальности С аналогичными условиями и обстоятельствами У него в памяти всплывает смутное Но очень явственное ощущение Повторного переживания Второй вариант В течение жизни человек постоянно Переходит с одной линии на другую Две линии жизни Как две киноленты Могут иметь разные события в прошлом Это как если бы склеить две разные ленты У которых истории До точки склеивания различаются В редких случаях сценарии Могут отличаться достаточно принципиально Казалось бы Подобные переходы Должны привести к нарушению Причинно-следственных связей Но обычно явных конфликтов не возникает А случается что-то типа недоразумения Когда непонятно То ли человек что-то напутал То ли действительно здесь что-то аномальное Но в любом случае Не подтвердить, не опровергнуть Непонятную ситуацию То есть поймать реальность за руку С поличным не удается Получается так, что сам человек Вроде помнит, что на предыдущих кадрах Киноленты было одно А окружающие Те, которые не перескакивали С одной ленты на другую Твердят ему, что этого не было А было совсем иначе И здесь уже наваливаются новые вопросы Об устройстве памяти человека Допустим, если процесс воспоминания Представляет собой подключение к лентам Которые хранятся в пространстве вариантов Тогда возникает вопрос Человек смотрит именно свою ленту Которая получилась в результате Многочисленных склеек При переходах с одной линии на другую Или он может подключаться К цельным кускам из тех лент Которые в прошлом не проходил В общем, здесь можно сильно запутаться Путаница возникает не только в жизни Где все можно списать на несовершенство Человеческой психики Но и в физических лабораториях Принцип неопределенности Гейзенберга Известный из квантовой механики Демонстрирует вот эту коварную сторону реальности Она не дает схватить себя за руку Всячески изворачивается и ускользает Когда пытаешься припереть ее к стенке И разглядеть как следует Один такой характерный пример неразберихи Подобной дежавю Приводится в книге Сидорского и Привалова Око возрождения для новой эпохи Там происходит то, что автор называет Трансгрессией из одной жизни в другую Человек, будучи научным сотрудником На закрытом режимном предприятии в Сибири Вдруг проснулся в другой реальности Где он женат на женщине С которой знаком и не знаком А занимается совсем другой работой Которую знает и не знает У трансгрессора было совершенно четкое ощущение Будто он в одном и том же телесном воплощении В одно и то же время Прожил две абсолютно разные жизни Зная точно, где находится секретное предприятие Он отправляется в Сибирь Но ничего на том месте не обнаруживает Карлос Кастанеда тоже рассказывает Об аналогичной ситуации Когда он бросился с обрыва в пропасть А затем очнулся в своей квартире в Нью-Йорке То есть произошла склейка Он по идее должен был разбиться Но на самом деле перескочил из одной реальности в другую Оказался на той линии, где жив Не возьмусь судить, является ли правдой то, что изложено в книгах Но в жизни бывали не менее удивительные свидетельства Перемещения в пространстве и времени Хотя реальность, как всегда, увиливает И не дает четких ответов Было или не было Каким образом и почему Несомненно, лишь одно Трансгрессия, как перемещение между отдельными линиями жизни Были с лежащими или отдаленными На самом деле имеет место Более того, она происходит с нами постоянно Всякий раз, когда мы принимаем решения на развилке В моей жизни тоже иногда случалось нечто подобное Вот одно из давних воспоминаний Ты забыла у меня свои перчатки Точнее забыла или оставила, чтобы вернуться У меня какое-то странное ощущение Будто между нами что-то произошло Но у меня нет четкой уверенности Было ли это во сне или наяву Накануне в моем доме крутилась вечеринка нашей веселой компании Я помню, мы с тобой вышли покурить на балкон Там больше никого не было И мы вдруг ни с того ни с сего начали целоваться Причем весьма темпераментно Но я к своему стыду в тот вечер так много выпил Что не мог на следующий день отличить реальность от сновидения Когда мы встретились Ты смотрела на меня как-то странно Но в то же время по твоему поведению я не мог определить Было между нами что-то или это плод моих фантазий Я спросил Ты забыла у меня перчатки? Может зайдешь? Ты ответила Может быть И все как-то странно смотрела Ничего не понимаю И прямо сказать не могу, потому что толком не помню И ты тоже ничего не говоришь Вроде было, а вроде и нет Вот влип Пить надо меньше Потом, когда похмелье окончательно развеялось В памяти вспыхнул еще один флеш Круче прежнего Мы опять целуемся Уже в прихожей Оба невменяемые и озверевшие Ты, обычно такая спокойная и уравновешенная Лихорадочно стряхиваешь в себя туфли А с меня пытаешься сорвать рубашку Дальше не помню Опять провал в пустоту Ну и дела Так было или не было? Нет, решительно пить надо меньше Проходит два дня За перчатками ты не приходишь Значит не оставила их, а забыла? И мне все это приснилось? Да и нелепо как-то С чего бы? У тебя другой И у меня другая Я ничего такого не думал И на измену идти не собирался Зачем? Уезжаю в командировку Там погружаюсь в другие проблемы Дежавю отступает на второй план Возвращаюсь домой Твои перчатки исчезли Все, теперь действительно тупик Нет Я не верю вам Так не может быть Каким образом такое могло случиться Я понимаю только сейчас Произошла трансгрессия с одной линии Где действительно что-то было И могло иметь продолжение На другую линию Где не было ничего Ни в предыстории Ни в последствии Склейка произошла на развилке В тот момент, когда я принял решение Ничего не было Однако поймать реальность за руку То есть узнать, куда и как исчезли перчатки Мне тогда так и не удалось А вот еще одна история Уже из недавнего прошлого Зима Мороз Собираюсь в сарай за дровами для камина Нужно положить телефон в карман Должны позвонить из издательства В тот же миг отвлекаюсь и забываю про него Выхожу из дома Нащупываю телефон в кармане Так, не забыл, он здесь Куда бы его лучше положить, чтобы не мешал Нет, зря его взял Пока буду возиться с дровами, могу повредить Надо выложить Опять отвлекаюсь Соседский кот нарушил мою территорию Гоню его в шею Паршивец повадился метить мою дверь Наконец принимаюсь за дрова Вспоминаю про телефон Надо выложить Шарю по карманам Его нет Так Выронил, пока гонялся за котом Ладно, потом найду Снова отвлекаюсь Возвращаюсь домой Телефон лежит на столе Очевидно, опять произошла склейка В этот раз я могу поклясться, что телефон Совершенно четко прощупывался в кармане Как он мог оказаться на столе? Наверное, был какой-то спонтанный всплеск Моей энергетики Поскольку для такой явной трансгрессии Средь бела дня Требуется значительная доля энергии Сейчас, когда энергетика у меня бывает зашкаливает Электронные приборы иногда вдруг выходят из строя А не пью я уже давно Короче, к чему я все это рассказываю? Дежавю Явление неуправляемое Оно случается подобно бессознательному сновидению До тех пор, пока мы неосознанно, как в бреду принимаем ключевые решения на важных развилках И так же тупо, как кустрицы, реагируем на мелкие житейские неприятности Наша жизнь представляет собой неуправляемую трансгрессию по неудачным линиям жизни Если же мы приучаем себя соблюдать принцип координации намерения в любых ситуациях Наша реальность начинает скользить по волне удачи И это уже не трансгрессия, а трансерфинг Вся прелесть координации еще в том, что она выправляет реальность самым оптимальным образом Не нужно особо трудиться над раскрашиванием своего мира Например, вам хочется, чтобы у вас было хорошо и как надо Но не знаете, как оно хорошо и как оно надо Нет проблем, не обязательно ломать над этим голову Просто займите привычку всякий раз, когда что-то идет не так, как хотелось бы Тут же просыпаться и осознанно инвертировать неприятность в приятность На эти случаи у вас должны быть установлены свои особые способы реагирования Ух ты, интересно, какое радостное событие за этим последует О, меня ждет какой-то приятный сюрприз Посмотрим Какая удача, надо же Случилась радость Случилось счастье Какое чудесное стечение обстоятельств Какая прекрасная возможность Да, это мой шанс Мой мир уберег меня от каких-то еще больших неприятностей О, какой кайф Ну вообще классно С нетерпением жду подарков и поздравлений Все эти неуместные возгласы вы должны издавать про себя или вслух, неважно Всякий раз, когда случается любая неприятность Хоть самая мелкая Или когда задуманный вами сценарий каким-то образом нарушается Научитесь балдеть от плохой погоды От очередей, пробок, проблем Любого негатива Такой вот своего рода мазохизм постепенно расчистит небо над вашим миром Вам следует задумываться лишь над тем Какой выгодой обернется для вас то или иное досадное обстоятельство А так оно и будет Сами в том убедитесь неоднократно Необходимо приложить лишь на первых порах некоторые волевые усилия Чтобы координация вошла в привычку Стала частью вашего я И тогда все у вас будет как надо Это первый шаг на пути превращения из приемника в транслятор Резюме Нельзя путать намеренное и осознанное управление реальностью С эффектом синхронистичности Если между вашими мыслями и реальностью возникла спонтанная связь Это еще не значит, что ваш трансерфинг работает Для того, чтобы начать управлять этим процессом Необходимо перестроить свой способ мышления таким образом Чтобы пассивный приемник стал передатчиком Перешел в режим трансляции своих намерений Необходимо стремиться транслировать картину своей реальности Во внешний мир постоянно В прямом или фоновом режиме Какими бы ни были черными тучи Вы всегда должны помнить Что над ними неизменно сияет чистое небо Задайтесь целью, когда смотрите чужие картины Ловить ассоциации и одновременно крутить свое кино Декларировать намерения своего оранжевого мира Приводите всю входящую информацию к общему знаменателю своей цели Перестройку способа мышления в режим трансляции Можно начать с координации намерения Если вы вознамеритесь рассматривать события, кажущиеся негативным Как позитивное, тогда все именно так и будет Трансгрессия происходит с нами постоянно Всякий раз, когда мы принимаем решения на развилке Научитесь балдеть от плохой погоды От очередей, пробок, проблем Любого негатива Цитата окончена А теперь расскажу случай трансгрессии Произошедший со мной лично Кстати, эпизод тоже с сотовым телефоном Но еще ярче по впечатлениям Когда-то давно я работал менеджером в салоне дверей Моя работа была поставлена так, что в салоне находился я один И выполнял функции менеджера, кассира, диспетчера по доставке и установке дверей И частично бухгалтера Да, именно так, один на целый салон В обеденный перерыв я закрывал салон на ключ и уходил подкрепиться При этом я брал с собой на обед, помимо своего личного мобильного телефона Еще рабочий сотовый телефон На случай, если кто-то из клиентов будет звонить с вопросами Пока я шел до места, где обедал Мне позвонила старая знакомая И мы с ней разговаривали, пока я шел Но когда я обедал, то обнаружил, что моего личного мобильника в кармане нет А есть только служебный кнопочный телефон И тут я понимаю, что звонила она мне на личный Ибо номера рабочего телефона у нее нет Далее у меня возникает мысль Что телефон я выронил где-то по дороге после завершения разговора Я набираю свой личный номер с рабочего мобильника и слышу гудки Это обнадеживает, ибо потеря сотового чревата потерей кучи информации на нем А этого так мне сильно не хотелось Восстанавливать это все заново Гудки идут Значит еще кто-то не нашел мою потерю и не выключил телефон Иду обратным путем Все время при этом звоня со служебного телефона на личный Гудки не прекращаются Телефона не вижу И каково же было мое удивление Когда я дошел таким образом до самого салона Открыл дверь и обнаружил свой мобильник Лежащим на рабочем столе и пиликающим от моего звонка с рабочего телефона Как такое может быть? Ведь я шел на обед и разговаривал по нему со знакомой Но в итоге получается, что я его забыл в салоне и с собой не брал? Я понял уже гораздо позже, что именно тогда мне надо было сразу проверить журнал звонков на потерянном телефоне и убедиться окончательно Но тогда я этого не сделал, потому что меня захватила в тот момент работа Но я перезвонил знакомой и спросил у нее Действительно ли она мне звонила и мы с ней разговаривали сегодня, некоторое время назад На что она покрутила пальцем у виска на той стороне провода, как мне показалось Но ответила, что разговор был Напомню, что разговор происходил, когда я шел на обед А когда я обедал, телефона у меня уже не было Вот такая история, друзья А на сегодня у меня все У кого были подобные истории, пишите в комментариях Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok